На орбите появился новый космический аппарат «Сфера» — почти копия первого искусственного спутника Земли. Во время недавнего выхода в открытый космос Геннадий Падалко и Юрий Маленченко запустили спутник своими руками. На орбите «Сфера» проведет множество экспериментов, будет изучать пространство вокруг станции, а также атмосферу Земли. Однако одну задачу этот микроспутник уже выполнил. Открыл череду мероприятий, посвященных 55-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Позвольте мне представить вам очередной спутник, который планируется вывести в открытый космос. Шар полуметрового диаметра, глянцевая сфера — почти копия первого искусственного спутника Земли, только без антенн и с гораздо большим количеством научной аппаратуры. Как и 55 лет назад, шар — идеальная форма для малых космических аппаратов. Размер этого спутника с размерами первого искусственного спутника Земли. Диаметр представляемого спутника — 53 сантиметра. Размер первого спутника в диаметре был 58 сантиметров. На первом искусственном спутнике Земли были еще три антенны, которые излучали сигнал. Этот сигнал принимался наземными станциями. На орбиту «Сферу» доставил российский грузовой корабль «Прогресс». Перед запуском в космос Геннадий Падалко и Юрий Маленченко закрепили спутник в специальном устройстве — ловушке. Одна из научных задач, которая будет решаться при запуске этого спутника, — это уточнение параметров атмосферы, в частности, ее плотности, на высотах от 400 до 80 километров. Так с легкой космической руки спутник «Сфера» вышел на свою орбиту. Все космические объекты, даже самые малые, имеют свои орбиты полета. Запущенный год назад подобным образом аппарат «Кедр», микроспутник в честь первого полета человека в космос, тоже летал по собственной орбите. Порой в спутнике Земли превращаются и инструменты, упущенные космонавтами во время внекорабельной работы. Так НАСА в течение нескольких месяцев отслеживала орбиту и траекторию полета «сумки с инструментами», которую выронила в космосе американка Хайдемориста Фонишен Пайпер. Хьюстон, у нас есть проблемы. Из-за земного притяжения и отсутствия собственных двигателей все эти вольные или невольные космические объекты сгорают в плотных слоях атмосферы. Микроспутник «Сфера» проживет в космосе почти полгода. Сначала аппарат исследует среду вокруг станции, покажет, нет ли опасного космического мусора вокруг орбитального дома. Потом начнет терять орбиту и снижаться, приступив к изучению атмосферы нашей планеты. Его траекторию будут отслеживать, получая ценнейшую информацию о защитном слое Земли. Субтитры создавал DimaTorzok